добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить об отцовстве еще одна очень важная вещь которую должен давать отец кроме закладывания базовых жизненных ценностей это идентичность абсолютно каждый человек своей жизни на определенных этапах своего развития задается этим вопросом и я на сто процентов уверен что отец ответственен за то чтобы ребенок получил правильную идентификацию чтобы он четко конкретно понимал кто он давайте например возьмем гендерную идентификацию огромное количество людей сегодня на сто процентов уверены что они мужчины и или женщины вы можете поговорить наверное со всеми кто вас окружает и этот эти люди скорее всего скажут я мужчина я женщина но есть люди которые не уверены в этом которые не просто знаете играют определенные роли а которые действительно задаются вопросом а может быть я не мужчина или может быть я не женщина так вот если мы берем людей которые не уверены в своей половой принадлежности то 95 процентов таких людей растут или росли в семьях где не было отца то есть грубо говоря никто не привнес его жизнь мужественность знаете что потрясающе самое интересное что я заметил 90 процентов людей страдающих от непонимания кто они до мужчины или женщины это все-таки особи мужского пола считающие себя женщинами женщин считающих себя мужчин в 10 раз меньше но большая часть из них воспитывались либо в приютах либо их воспитывал только отец большая часть мальчиков которые считают себя девочками растут без отца никто не привнес в их жизнь мужественность никто не дал им этот маркер никто не показал им что это такое и мне кажется что мы должны это четко понимать присутствие отца очень мощно влияет я не поверю в то что присутствующий в доме отец будет способствовать росту гомосексуальных наклонности своего ребенка потому что подавляющее большинство гомосексуалистов это люди выросшие в семьях где либо не было отца либо он был приложением к дивану и никаким образом не влиял на человека либо он был сам гомосексуалист знаете мы как отцы призваны дать идентификацию и речь идет только не только о половом вопросе речь идет и о профессии и о том кто я буду по жизни и о том как я буду реагировать на какие-то изменения в жизни то есть моя внутренняя самооценка кто я я герой я победитель я неудачник я аутсайдер я тот кто постоянно что-то творит или я тот кто постоянно за кем-то волочится я тот кого ведут или я тот кто ведет вот именно эти вещи дает отец я на сто процентов уверен что вопрос идентификации ребенка это прерогатива и исключительная ответственность отца если вы будете этим пренебрегать вы не сможете воспитать нормально